С нами на связь выходит Сергей Услендер, наш Сапкор на Ближнем Востоке. Вот у него спросим, что же непосредственно произошло сегодня ночью в Сирии и как на резкий выпад США отреагировали в Дамаске и других странах региона. Сергей, я тебя приветствую. Мы ждем от тебя все подробности. Добрый вечер, Алексей. Удар был нанесен ночью. 59 ракет «Тамагавк», выпущенных американскими эсминцами из Средиземного моря, поразили аэродром «Шатрит» в Сирии, откуда, по данным американской разведки, взлетали самолеты, накануне бомбившие провинцию Идлиб с применением химического оружия. Пока нет точных данных, реагировали ли на налет сирийское или российское ПВО. По официальным сирийским данным, на базе уничтожены 15 боевых самолетов. Российские источники говорят о шести. Данные о погибших также сильно отличаются в разных источниках. По одним данным, среди погибших есть гражданские лица, по другим только военные. Российские же источники говорят о крайне низкой эффективности этого налета. Половина ракет, по утверждениям россиян, вообще не попала в цель. Но проверить эти утверждения, к сожалению, пока не представляется возможным. Доступ на базу имеют только российские и сирийские журналисты. Командование сирийской армии по поводу налета выступило с громким заявлением. Командование вооруженных сил настаивает на том, что это агрессия, которая противоречит всем международным законам и конвенциям. Она направлена на то, чтобы слизить способность сирийской армии вести борьбу с терроризмом. Наш ответ будет самым решительным. Мы продолжим выполнять свои обязанности, защищать сирийский народ, бороться с терроризмом. Своё отношение к американскому удару по Сирии высказали уже многие государства. Израиль был одним из первых. Ещё сегодня утром Бениамин Нетаньягу, премьер-министр, выступил со специальным заявлением, в котором сказал, что Израиль поддерживает решение президента США. Примерно в таком же духе высказались и другие израильские политики. Например, министр по делам разведки Израиль Кад заявил, что это логичная реакция великой державы на пересечение красных линий жестоким диктатором. Глава парламентской оппозиции Схак Герцог назвал Асада дамасским мясником, а президент Ривлин заявил, что это соразмерная реакция на невероятную жестокость. Примерно так же отреагировали на американский налёт и главы других ближневосточных государств, например, Турции. Мы рассматриваем это как позитивный и конкретный шаг против военных преступлений режима Асада, совершенных с применением химического и обычного оружия. Но достаточно ли этого? Нет, я считаю, совершенно недостаточно. По всему Ближнему Востоку сирийские беженцы выражают свою поддержку действиям американцев. Около пяти миллионов сирийцев сейчас живут за пределами своей страны. Скрываясь от ужасов гражданской войны, они находятся в Ливане, в Иордании, в Турции и в других государствах. Что касается ответа США, он, по-моему, не соответствует серьёзности события. Но это всё же лучше, чем ничего. В каком-то смысле Трамп сейчас исправляет ошибки президента Обамы. Такой ответ должен был последовать ещё шесть лет назад. Он опоздал, но для сирийцев это лучше, чем ничего. Башар Асад как маленький ребёнок, им все манипулируют. Как он мог атаковать детей химическим оружием? Эта бомбёжка должна быть направлена против него, против его дворца, а не против какой-то авиабазы. Сейчас многочисленные эксперты спорят, что же это было, чем же был американский удар, наказанием или попыткой уничтожить военную инфраструктуру. Так вот, многие из них полагают, что это было предупреждение. В американской внешней политике есть такое выражение «sending message», то есть отправить некое послание. Вот сегодня ночью Дамаск такое послание от Белого дома получил. Алексей? Громкое вышло послание, нужно отметить спасибо Сергею Сергею Слендер, наш специальный корреспондент на Ближнем Востоке, общался со студией подробностей.